Василиса Володина Телеведущая и популярная астролога Родилась в апреле 1974 года в Москве С 14 лет увлекалась хиромантией и гаданием на картах Окончила школу с золотой медалью Получила диплом Московской Академии Астрологии Академии Управления по специальности Экономист Кибернетик С начала 90-х годов работает астрологом Является одним из самых высокооплачиваемых специалистов в этой области В 2006 году началась ее карьера на телевидении А через 2 года она перешла на первый канал в программу Давай поженимся Где проработала до 2014 года После чего ушла в декрет Через 3 месяца после рождения сына Она вновь вернулась в программу Параллельно с прогнозированием и работой на телевидении Василиса пишет статьи и книги Одна из них стала лауреатом премии Электронная буква Василиса вместе со своим мужем около 12 лет копили на новую квартиру И все это время жили в двухкомнатной в Кузьминках Эта хрущевка осталась в наследстве Сергею от бабушки Новую жилплощадь они приобрели в Куркино Дом расположен в максимальной близости от родителей Василисы от школы В которой на тот момент училась старшая дочь Изначально хозяева планировали Качественный ремонт для чего были приглашены Профессиональные дизайнеры на самом начале прорабатывания проекта Хозяева решили заняться оформлением самостоятельно А в помощь себе наняли проверенных строителей Которые в процессе ремонта не подвели и сделали все качественно и без нареканий Преобладают в квартире в основном светлые цветовые решения Однако благодаря небольшим ярким акцентам в виде хорошего Подобранного текстиля комнаты выглядят теплыми и по-домашнему уютными Гостиная согласно современным тенденциям Совмещена с кухней Зоной разделяет молочного цвета диван Напротив него установлены стеллаж и полка в черных тонах Кухонный гарнитур оформлен в молочных тонах Здесь много бытовой техники и другой современной утвари Но хозяйка здесь не Василиса, а дочь Виктория, которая обожает готовить В кабинете привлекает к себе особое внимание рисунок солнечной системы во всю стену А на противоположной стене фотообои имитирующий старинный книжный шкаф Книги здесь есть, но в меньшем количестве и в основном все находятся на рабочем столе Здесь много коричневого и бежевого Особое внимание заслуживает огромная люстра, свисающая с потолка и придающая помещению особую атмосферу